здравствуйте вы смотрите как так это необычный выпуск в котором мы расскажем вам дорогие зрители об одном из самых коварных убийц в истории человека араки для того чтобы разобраться в этом деле мы обратились к ивану филину инженеру научно-исследовательской лаборатории open lab генной и клеточной технологии казанского федерального университета усаживайтесь поудобнее мы начинаем в 1992 году международная группа ученых на месте раскопок в иркутской области обнаружила захоронение мужчины все как всегда несколько артефактов скелет на первый взгляд внимательный ученый обнаружил на костях странные повреждения позвоночник череп и другие кости были словно изъедены молью что случилось с этим человеком ученые знали о нем только то что ему от 25 до 40 лет а предположительный период жизни бронзовый век то есть четыре с половиной тысячи лет назад рядом с ним нашли ложку с ручкой напоминающую змею но кто или что убило бедолагу карцинома 2001 год тувинская долина царей роскошная могила с 20 килограммами золота свидетельствующие о высоком социальном статусе погребенной пары возрастом в две с половиной тысячи лет при тщательном исследовании останков ученые обнаружили микроскопические черные точки на костях мужчины проведенный анализ показал у него был рак простаты 2013 год хорватия пещера крапина археологи обнаружили скелет неандертальца возраст которого предположительно 120 тысяч лет необычным в этой находке является заболевание обнаружены палеонтологами на кости ребра а именно рак кости поразительно еще и то что данная опухоль возникла в результате редкого заболевания фиброзной дисплазии это сейчас мы смотрим на находки с высоты прошедшего времени и некоторым кажется что рак появился совсем недавно на самом же деле люди изучают его и находят на протяжении всего своего существования что такое рак этим задавались вопросы мне кажется прям с древних времен насколько я знаю еще гиппократ он первый обнаружил такую вещь как баску реализация тогда он не знал что это за слово но он заметил что при раке груди например том же самом очень сильно разрастались сосуды вместе опухоли и это картина напоминала рака собственно поэтому он как бы и назвал это канцерус отсюда все и пошло до там восемнадцатого наверное века все равно люди не понимали что это такое то есть чаще всего как бы и медицина тогда была не особо развита поэтому люди умирали не дожив либо до рака либо дожив до рака но умирали от какого-то другого заболевания да и люди уже постфактум видели какие-то там образования опухолевые не совсем понимали что это такое когда уже появился микроскоп когда люди поняли что такое клетка стала и понятно причина образования ну причин образования и достаточно много это вообще многофакторная болезнь что мы знаем наверняка мы знаем наверняка что эта клетка которая сломалась то есть все клетки таким или иным а так или так или иначе они как бы происходят все от одного от одной стволовой клетки да и у всех клеток есть как бы своя программа они начинают расти по своей программе и происходит так называемая бифрукация но такой термин когда ответвляется от одной клетки происходят различные специализации то есть там например когда дети в школе потом они уже взрослеют они выбираются в специальность начинают и вот тут в принципе то же самое так и у нас клетки и у клетки получают свою специальность разрастаются в ткани но они запрограммированы каждый несет в себе какой-то ген с него уже синтезируется белок бывает так что гены просто ломаются как раз таки многофакторности происходит и мы знаем наверняка что вот это вот поломка она уже и перерастает в нечто такое что мы называем рак то есть она может стать впоследствии онкологическим заболеванием а кто толкнул науку дальше следующий фигурант этого дела генриета лакс а точнее ее клетки в 31 год у нее диагностировали рак шейки матки спустя 8 месяцев она скончалась но именно в этот же день научное сообщество обрело бессмертные клетки хеля данная вообще клеточная культура наверное я не знаю была одна из первых или нет но на ней конечно проводилось очень много исследований благодаря которым собственно мы имеем определенные вот инновационные какие-то решения и подходы к лечению тех или иных онкологических заболеваний как каким путем это достигалось но тем же самым тестированием химиотерапевтических препаратов смотрели брали как бы рнк там днк клеток проводили полное там секвенирование полицепную реакцию и уже смотрели там какие гены какие поломки какие сигнальные пути чтобы влиять именно на определенные как раз таки и рецепторы и на определенные сигнальные пути которые приводили бы к смерти клетки так что на самом деле женщина к сожалению в этот в этот же год умерла но ее достояние но мне кажется спасло миллионы жизней потому что на основе данные клеточной культуры впоследствии зародилось очень огромное количество исследований и каких-то возможных препаратов которым сейчас пользуются люди двадцатом веке количество людей заболевших онкологическими заболеваниями стремительно росло ключевыми сообщниками рака стали войны помните кстати как американцы сбросили малыша на хиросиму и нагасаки затем курение неправильное питание и локальные техногенные катастрофы например как чернобыль и ухудшение экологии все эти факторы спровоцировали рост онкологических заболеваний но если мы знаем о том что провоцирует рак снаружи интересно как онкология зарождается внутри человека известен факт что чаще всего поломанные клетки опухолевые клетки чем отличаются они вообще от здоровых по факту они отличаются тем что они начинают просто бесконтрольно делиться они делятся 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 почему так не делают обычные наши клетки здоровые нашего организма они так не делают потому что у них есть теломеры отсутствует такой фирмин как теломераза теломер это хвостовое как бы последовательность нуклеотидов хвостовая при репликации это раздвоение днк определение укорачивается как раз таки участок определенный при каждом делении у раковых клеток есть теломераза которые способны удлинять то есть они вот так таким образом запускают этот процесс и это важный как бы один из основных факторов да отличающих больные клетки до сломанные сумасшедшие такие от здоровых из-за этого не может запуститься и апоптос то есть есть еще определенные сигнальные пути по сигнальным путям также смотрят в клетке которые происходят метаболические процессы и прочее и если какой-то сигнальный путь как раз блокирован например авоптос да это тоже может дать и себе знать этому можно проверить эти сигнальные пути по определенным белковым фактором опять таки мы возвращаемся к генам когда с них считываются белки эти считываются с генов последовательности транскрипты с них уже трансляция идет это уже синтез белка и эти белки они могут находиться на внешней стороне клетки на мембране либо внутри клетки и те что находится на внешней стороне например да вот те же самые белки их называют рецепторами определенные рецепторы либо антигены кстати вот эти антигены могут указывать на то относится ли клетка патологии смотрим на эти определенные антигены есть несколько антигенов так называемых групп есть опухоле ассоциированные антигены эти антигены обычно присутствуют и на здоровых клетках но на клетках раковых их становится намного больше в разы это как раз таки и говорит о том что клетка уже становится нездоровой либо есть опухоли специфические они уже как раз таки чаще всего при обладающем большинстве находится только вот но на раковых клетках также есть не антигены с ними как раз работать проще всего не антигены это антигены которые находятся только вот у определенной раковой клетки у здоровых клеток такого не антигена нет на данный момент настоящее время мы не знаем как бы большее количество не антигенов и их нужно как бы открывать изучать это тоже вот одно из направлений диагностики раковых заболеваний что делает хороший следователь когда ему нужно отыскать преступника и раскрыть преступление верно он проводит оперативно-розыскные мероприятия именно этим и занимаются врачи если они заподозрили у пациента онкологию пациент сдает кровь или же у него берут биопсию и так далее и как им удается увидеть заболевание чаще всего как вот можно увидеть есть рак или нет рака это проводится чаще всего по каким-то маркером который находится в крови до либо когда вы берут тоже самое биопсию тоже биопсию забрали и проводится уже вот различные методы там иммуногистохимии мы смотрим там полицепная реакция когда мы смотрим те или иные транскрипты которые нам уже известно да которые могут приводить к тому или иному заболеванию диагностика на самом деле очень сильно продвинулась есть такое мнение о том что в настоящее время говорят вот там онкология это бич настоящем обществе это что все больше и больше людей заболевает на самом деле как мне кажется заболевают как и раньше просто сейчас у нас уровень медицины вырос настолько что мы можем заметить даже на ранних стаде не всегда конечно но это уже хорошо что мы начинаем как-то диагностировать даже самые ранние сроки и и плюс люди стали просто доживать до такого возраста когда уже появляются раковые заболевания в любом городе есть криминогенные районы ну то есть те в которых преступления происходят чаще обычного возможно там находятся преступные группировки и поэтому правоохранительные органы держат данную территорию на особом контроле некоторым людям тоже необходимо проводить подобные мероприятия особенно тем у которых были или есть родственники с онкологическими заболеваниями определенные ситуации когда стоит действительно обратить на генетический также подход например есть вот у рака молочной железы гены берсей-1 берси-2 если мне память не изменяет они именно так называются и они связаны именно с наследственностью то есть если например там в роду бабушки и у мамы был рак молочной железы то возможно и у дочери может быть поэтому есть такая вероятность есть риск не обязательно что будет но стоит как раз именно на эти два гена продиагностировать данное заболевание как самая настоящая преступная группировка рак постоянно пытается провернуть свои темные дела но наш организм умело ему противостоит у нас вот эти сломанные раковые клетки они на самом деле происходят довольно часто просто мы этого не замечаем то есть это же поломка всегда это может быть поломка в любой части по сути там неважно это может быть тоже самое репликация это может быть даже репарация хотя репарация как раз таки обычно чинит то есть есть такие у нас органоиды клеточные которые собственно занимаются починкой каких-то неисправностей если клетка не может починиться то запускается апоптоз апоптоз это запрограммированная гибель клеток то есть у каждой нашей клетки есть такая система которая достигается при помощи определенных сигнальных путей их несколько так или иначе если клетка жить дальше не может либо она может переродиться в злокачественную то тогда запускается программа гибели есть самая настоящая патрульная служба мимо которой практически невозможно проскользнуть ни одному преступнику главный следователь наш иммунитет его задача выследить поврежденную клетку и в этом ему помогает антиген презентация иммунные клетки постоянно проводят грубо говоря патруль такой они смотрят на вот эту всю преступную схему все преступные группировки ищут и пытаются их поймать и уничтожить чаще всего у них так и получается потому что есть у нас и лимфоциты клетки адаптивные иммунной системы есть у нас также и клетки врожденные иммунитет да те же самые даже макрофаги там естественные киллеры они смотрят свой чужой вот у них есть такая система как они определяют посредством тех же самых рецепторов которые находятся на клеточной поверхности они выискивают свой или чужой если они видят что по их программе такого рецептора на клетке быть не должно либо этих рецепторов слишком много либо еще какая-то да какой-то вариант они просто запускают механизм они состыкуются с этим рецептором чужой сразу запускается программа во-первых пролиферации это именно вот пример у т-клеток т-киллеры их еще называют специфического них есть название они собственно основные клетки противоопухолевого ответа у них запускается процесс пролиферации от размножения они запасаются определенными гранулами которые находятся внутри клетки гранзимы перфорины с помощью них они устраивают цитотоксическое такое нашествие грубо говоря они разрывают мембрану клетки все из этого грубо говоря клетка разрывается и умирает насильственная такая смерть вот то же самое делать естественные киллера они как бы даже у них вторая ступень защиты выстраивается потому что бывает такое что опухолевые клетки они могут взять и убрать поверхности рецептор то есть чаще всего когда ты клетка начинает состыковываться с опухолевыми они смотрят на главный комплекс гистосовместимости у нас у каждого человека есть такие комплексы 1 2 у них такие номера есть и именно к первому номеру гистосовместимости комплексу состыковывается т-киллер и дальше уже смотрит дополнительный там рецептор иногда опухолевые клетки они его в таком случае естественные киллеры на это даже не смотрят они просто у них есть определенная тоже своя программа они смотрят на определенный рецептор он есть бах они убивают все то есть естественные киллеры тоже очень мощные такие ребята вот среди лимфоцитов также есть т-хелперы которые собственно помогают первым бойцам то есть бойцов первого ряда за ними стоят т-хелперы которые помогают им они снабжают их определенными белковыми факторами цитокинами есть провоспалительные цитокины есть противовоспалительные цитокины от их баланса многое зависит провоспалительными цитокинами они еще больше активируют т-киллеры т-хелперы первые просто они тоже подразделяются у них там тоже есть свои так сказать чины вот есть еще т-хелперы вторые они больше уже влияют на гуморальный иммунитет. Что такое гуморальный иммунитет? Это уже Б-клетки, тоже лимфоциты, не спорю, но они больше уже не в клеточной части, то есть не в контакте вступают, а они образуют антитела. Это очень важная прям вещь, да, мы особенно в последние несколько лет это поняли и осознали, насколько важны антитела для нашей жизни. И постоянно вот эти мы колем вакцины именно для того, чтобы у нас появлялись антитела. Б-клетки вырабатывают их, и эти Б-клетки уже специфично к рецептору, который находится на поверхности бактерии, неважно, да, там, либо той же самой опухолью клетки, они блокируют этот рецептор, тем самым помогая либо текилеру убить эту клетку, либо запустить уже механизм смерти этой клетки. То есть когда блокируешь определенный белок, там запускаются сигнальные пути, и клетка может умереть даже без помощи уже Т-лимфоцитов. Ну что случится, если зоркий глаз дозорного проглядит преступника? Бывают такие ситуации, когда иммунитет может не справляться. То есть почему, собственно, и образовывается рак? Клетка сходит с ума, она ломается, и иммунитет при этом может где-то вот так вот боковым зрением, грубо говоря, проследить. Все, начинает уже размножаться клетка опухолевая. Она чем вот знаменита в кавычках? Тем, что она бесконтрольно делится и делится достаточно быстро. Опухоль начинает прогрессировать. Она длится в три стадии. Первая стадия – это появление опухолевых клеток. Ну вот на ней обычно чаще всего иммунитет исправляется. Но если он вдруг не справился, клетки начинают делиться. Наступает вторая фаза. Это уже называется равновесие иммунитета и опухолевые ткани, опухолевых клеток. В этот момент их уже примерно одинаково, и иммунитет вроде старается, убивает, а опухоли клетки при этом размножаются и размножаются. И третья стадия – это когда уже опухоли клетки намного больше, чем иммунных клеток. И тут уже наступает именно вот избегание противоопухолевого ответа. Именно здесь как раз скроется вся загвоздка. Мало того, что они размножаются, становится их больше, и они начинают при этом создавать уже микроопухолевое окружение. В тот момент уже обрастает опухоль сосудами. Там уже есть клетки близлежащие, которые также могут помочь опухоли. Это, например, фибробласты. Это клетки, получается, эпителия. Они выделяют тоже определенные белковые факторы. И все вот это окружение, оно начинает уже давить на иммунную систему, чтобы она становилась дисфункциональной. То есть, она уже ничего не может сделать. Как я и говорил, кстати, про Т-халлоперов, про лимфоциты нашей крови, что они могут продуцировать как провоспалительные, так и противовоспалительные белковые факторы. Вот такими занимаются... Синтезируют такие факторы, этим занимаются Т-регуляторные клетки. Этих Т-регуляторных клеток становится в микроокружении опухоли намного больше. И эти Т-регуляторные клетки начинают из себя вот синтезировать эти белковые факторы, которые начнут подавлять иммунитет человека. И тут уже становится сложно с этим бороться, а опухоль становится еще больше и больше и начинает расти. И самое важное это как раз найти вот этот самый момент но это достаточно сложно потому что вроде думаю что вот и больше же да там все разрастать то есть мы можем это как-то увидеть но на самом деле нет потому что первая стадия там это где-то только один сантиметр буквально один сантиметр опухолевая такая ткань да а там уже в ней находится 10 в девятой степени клеток то есть это очень большое количество но его незаметно один сантиметр заметить очень сложно а бывают и другие ситуации да то есть когда не 10 9 степени а меньше в тот момент их нужно убивать но очень сложно диагностировать преступная организация имеет свойство разрастаться если ее вовремя не ликвидировать появляются ячейки которые терроризируют другие районы именно этим и занимаются метастазы все зависит от стадии всего их известно 4 да как бы первая стадия это собственно появление вот этой вот опухоли вторая стадия это когда опухоль разрастается уже она становится больше она обрастает с сосудами да там начинает появляться микроокружение когда появляется микроокружение тут уже наступает третья стадия когда они начинают уже врастать близлежащие ткани это называется local invasion четвертая стадия как раз таки уже и завершается метастазированием это когда определенные клетки начинают уже распространяться по тканях не близлежащим а уже в другие органы почему так происходит потому что когда они размножаются они близлежащие сначала ткани входят до обрастает при этом еще сосудами и рано или поздно они могут попасть и в сосуды как только они попадают в кровеносное русло все они уже распространяются и по телу но как мы знаем это не значит что там например от одного рака отошло клетка и все и значит по всем органам разнеслась все клетки нет раковые клетки имеют определенное специфичное для них свойство хоуминг для определенного рака нужна определенная среда поэтому определенный рак метастазирую только в один орган а другой рак в другой орган они не могут там жить сразу во всех органах нет вот все зависит тоже от условий жизни для раковых клеток допустим что преступник обнаружен и его надо поймать и уничтожить как же уничтожить ту или иную опухоль все зависит от опухоли от тех тканей на которой мы собираемся там заниматься мы например в нашей собственной работе выбрали опухоль меланомы ну это опухоль достаточно агрессивно она наверное даже самая агрессивная именно у этой болезни имеется самый высокий риск метастаз при этом она достаточно иммуногенно она поддается вот лечению при помощи наших иммунных клеток но ну как мы знаем есть вот метастазы и поэтому нужны дополнительные какие-то да лечение вот кстати именно химиотерапия чаще всего и помогает при метастазированных таких состояний есть также другой способ конвенциальной то есть стандартная терапия это уже облучение да лучевая терапия она уже именно локально то есть мы смотрим очаг мы в этот очаг целимся определенными лучами это тоже сплошная физика то что есть различные как мы знаем лучи альфа бета гамма в зависимости от дозы подбираем и убиваем то есть особенно в последнее время тоже я знаю что по моему есть уже даже такие облучения которые могут целенаправленно только вот опухолевую ткань убивать здоровый даже не трогать это прямо конечно очень фантастически сродни как и в нашей биологической сфере да тут есть иммунотерапия так называемая которая только только появилась в настоящее время на самом деле ну буквально наверно лет двадцать может там 30 то есть это вообще очень недавно есть определенные терапии которые вот начали разрабатываться только я не говорю что 20 лет назад уже пользовались да и лечили людей нет только начали разработки появляться первые какие-то фундаментальные для начала а потом уже с намеком на прикладное какие какое-то применение иммунотерапия ты еще один способ лечения онкологических заболеваний помимо химиотерапии и также хирургическое собственно вмешательство тоже которое является одним из основных но когда не справляется ни то ни другое то тут уже пытаемся уже работать различными способами в том числе иммунотерапии и самый сейчас наверное распространенный способ это и самый инновационный это карти терапии она основана собственно на вот этих самых т-киллерах специфичных клетках которые собственно истребляют все опухолевые клетки являются основными клетками противоопухолевого ответа но как мы знаем там опухоль умеет избегать иммунный ответ а вот карти терапия она основана на том что берется вот тот самый рецептор у т-клетки до т-клеточный рецептор его называют и его на поверхности клетки его меняют химерный поэтому говоря называется химерный антигенный рецептор его меняют таким образом чтобы он прямо целенаправленно убивал нужную нам опухолевую клетку также есть иммунотерапевтические методы как моноклональные антитела собственно как тоже я опять говорил ранее такая была подводка да чтобы клетки здоровые они продуцируют антитела и вот эти вот моноклональные антитела мы можем брать например у крысы либо мыши они будут враждебно настроены на человеческие рецепторы и когда мы подселим например какой-нибудь там рак к мыши человеческий да мышь начинают вырабатывать антитела б-клетки их на этот рак мы эти берем антитела в большом количестве да и потом запускаем кровеносное русло человеку и он начинает выискивать эти антитела точнее они начинают выискивать эти самые опухолевые клетки прицепляться к этому рецептору и тем самым запускать у него определенные сигнальные пути для гибели клеток произвел фурор в 2018 году насколько я помню элисон и ханзё два знаменитых ученых исследователя которые собственно открыли иммунные чекпоинт ингибиторы помощью них собственно и происходит вот это взаимодействие да которая рассчитана на три рецептора если мне память не изменяет это pd-1 программ death one с английского то есть запрограммированная смерть и его лигант то есть это рецептор который связывается с этим антигеном да pd-1 находится у т-клеток лигант находится у опухолевых и при взаимодействии антитела они блокируют эти рецепторы у т-клеток и опухолевых клеток и в таком случае эта клетка подходит к опухолевой и уничтожают если не брать во внимание эти антитела как ну вот эти антитела не связались с этими рецепторами в таком случае еще один способ кстати избегания иммунного ответа это как раз таки вот эти рецепторы pd программ death т-клетка присоединяется к опухолевой и тем самым опухолевая выставляет этот рецептор соединяется стек с т-клеточным вот этим pd да и она ингибирует т-клетку т-клетка уходит и не убивает опухолевую а с этими антителами происходит собственно убийство которое нам так необходимо и также есть еще сетела и 4 токсического лимфоцита т-лимфоцита здесь уже основная роль играет при антиген презентации есть химии препараты которые действуют именно на деление клеток то есть это связано с тем чтобы как раз таки опухолевые клетки перестали делиться и запустить у них вот эту самую гибель но конечно это в чем проблема химиотерапии в том что она системно она система действует на организм человека и поэтому просто останавливает деление и в других клетках да например волосах волосяные луковицы клетки пристают делиться волосы выпадают вот поэтому тоже главное понимать да как это работает например также где вот клетки у нас еще чаще всего делятся это вот эпители альный клетки жкт в кишечнике у нас тоже очень быстро здесь за клетки если не перестают делиться это тоже может вызвать определенные побочные эффекты которые уже сопровождаются вот например работой при химиотерапии да просто происходят определенные действия и воздействия точнее на клеточные структуры и на ткани даже здорового типа из-за чего происходят те или иные побочные эффекты но при этом нужно смотреть на чашу весов потому что опухоли клетки главное чтобы они перестали функционировать и в таком случае конечно химиотерапия это сейчас наверное одно из самых эффективных на самом деле способов для лечения онкологических заболеваний вакцины дендритными клетками является хорошим оружием в борьбе с онкологией она повышает эффективность иммунной системы вооружая ее новыми знаниями и способностями и как же это удается дендритные клетки это вакцина да то есть мы мы берем у человека и вкалываем потом обратно клетки дендритные данные клетки они скорее им вспомогательная терапия адювантная длинными словами она помогает то есть например в комбинации с какими-то другими конвенциальными способами опять таки дают будь то хирургическое вмешательство операции до по удалению большей части опухоли химиотерапии лучевые тоже терапии и либо других каких-то ему терапевтических методов как например вот я говорил иммунные чекпоинтингибиторы таком случае дендритные клетки действительно могут помочь потому что они активируют свою иммунную систему на борьбу с клетками опухолевыми и большее количество исследований которые показывали также на пролонгирующий эффект то есть пациенты они имели что называется стейбл дизиз то есть их заболевание не прогрессировало у некоторых даже какие-то определенные очаги метастаз собственно при меланоме например они убирали продлевали общую выживаемость то есть вот в чем тоже основной такой эффект когда такие ситуации бывают когда человек приходит ему врач гришли 4 стадии поздно выявили пытаются лечить лечению плохо поддается в таком случае говорят вот есть например терапия дендритными клетками естественно когда тебе говорят либо ничего да просто пытаться дальше либо что-то новое лучше пытаться что-то новое и вот в таком случае прибегают такой терапии которая может дать тот или иной эффект хотя бы продлить еще какое-то время жизнь пациента всегда стремимся повысить эффективность той или иной терапии и когда появляется преграда в любом исследовании у любого ученого это главное преодолеть преграду то есть как и такой азарт соревновательный мы стараемся создать дендритную вакцину которая могла бы преодолеть определенные барьеры в терапии того или нового онкологического заболевания при помощи дендритной вакцины можно создать персонализированное лечение то есть определенный прям подход то есть как происходит механизм вообще пока просто у нас сейчас проходит лабораторный этап инвитро мы смотрим просто клеточные какие-то коммерческие культуры а в будущем есть такая возможность у пациента брать биопсию эти опухоли клетки мы выделяем у себя в лаборатории и из этих опухолевых клеток мы достаем антиген необходимый как раз таки для таргетного убийства и эти антигены мы загружаем дендритную клетку тут тоже у нас инновационность заключается в том что мы есть много способов загрузки антигена в дендритные клетки есть и при помощи тех же самых просто пептидов синтезированные пептиды есть при помощи рнк есть при помощи просто лизата опухолевого когда опухолевые клетки разрушаются берется вот этот лизат и просто все что внутри было клетки до кидается к дендритным клеткам мы же берем визикулы визикулы это такие мембраноподобные шарики грубо говоря сферические то есть как бы пузырьки грубо говоря окруженные вот этой вот мембраной клетки родительской именно от опухолевой клетки а как я уже говорил до этого на клетках чаще всего появляются вот эти самые антигены до которые вот на поверхности торчат и они также имеются и на поверхности этих визику и мы выделяем эти визику в большом количестве и уже даем дендритным клеткам дендритные клетки они посредством слияния либо с помощью эндоцитоза проникает дендритные клетки дендритные клетки уже выставляют этот антиген на своей поверхности далее же уже мы получаем готовый продукт который вот эти дендритные клетки мы в виде вакцины такой да используем вводим обратно пациенту они лучше конечно их вводить уже непосредственно лимфатические узлы они там собственно проводят антиген презентацию это клетки уже идут на борьбу с онкологическим заболеванием особенно это хорошо после той же самой химиотерапии тоже после антител до либо каких-то других методов иммунотерапии недавно вот у нас вышла статья где мы прошли первый этап мы показали определенную эффективность при добавлении вот этих вот дендритных клеток которые снабжены антигеном к т-клеткам и антиген презентации эти т-клетки наиболее эффективно убивают клетки молономы нежели просто т-клетки которые вот грубо говоря вот достали да кинули к опухолевым клеткам они практически не убивают потому что они не могут никак функционировать никак связаться и тем более их там может подавлять да эти самые опухолевые клетки при антиген презентации происходит значительное снижение жизнеспособности опухолевых клеток что говорит о том что мы идем на правильном пути главное теперь это постараться сделать так чтобы эффективность данной вакцины мы могли продемонстрировать и более сложных системах то есть уже в 3d моделях я имею ввиду когда появляется то самое микро окружение потому что собственно чаще всего именно на этой стадии это и происходит больше всего неудачный попыток что-то сделать потому что там очень сильно происходит ингибирование иммунной системы следующим этапом мы планируем возможно и эксперименты на мышах это уже называется инвива как раз там где приближенно хотя бы до не просто в клеточной культуре так сказать в лабораторных условиях а уже в организме самом стараться бороться с этой неприязнью в мире много всего неизведанного в том числе и в области онкологии и интересно узнать почему казанские ученые выбрали именно дендритные клетки группа в лаборатории в которой работаю лаборатория генных клеточных и технологий под руководством альберта анатольевича резванова и именно в на в нашей группе под руководством соловьева валерия владимировна мы рассматривали какие-то определенные подходы которые могли бы использовать и вот именно в сфере онкологии да посовещавшись собственно с руководителями и мы рассматривали именно иммунотерапию что мы можем предложить и что мы можем самое главное особенно осуществить в рамках нашей лаборатории и в рамках финансирования того же самого мы пришли к выводу что наверное это достаточно оптимальный и интересный способ изучения и исследования именно дендритные вакцины мы живем в мире где каждый может заниматься чем хочет хочешь запускай в космос спутники хочешь спускайся в самые глубокие точки нашей планеты но что заставляет нас делать выбор как мы решаем что хотим посвятить свою жизнь именно этому какие у каждого из нас есть причины желание добиться какого-то такого определенного результата который был помог да людям возможно в лечении онкологических заболеваний потому что рак он сейчас встречается достаточно часто когда особенно встречается и в твоей семье то ты стараешься найти тогда способы до лечения и возможно помочь другим просто потому что также это интересно не знаю мне еще с детства на нравился этот аспект изучения именно исследования вот этих вот поломок как это происходит вот это вот образование именно с генов до переходит в клетку как бы клетка переходит в такое злокачественное состояние почему как это что что происходит то есть даже когда я только поступал в университет то я знал что я хочу пойти на кафедру генетики и заниматься именно вот онкологии вот собственно и поэтому я здесь медицинская наука продвигается вперед разрабатывая новые методы лечения предотвращения онкологии мы видим как множество исследований превращаются в серьезное оружие в нашей борьбе против этого коварного заболевания так что давайте же продолжим вместе этот путь познания и борьбы с онкологией здесь внизу по прежнему ссылки на наши социальные сети где вы можете написать свои вопросы и предложить темы для следующих выпусков на этом все до новых встреч